В выставочной зале Бреста черговая выстава. Правда, эта выстава отбывается не по традиционным сценариям. Тут нет официальной частки, нет кветок и такого привычного шума в зале. Но теплые слова автору мог сказать каждый, правда, только в своих думках. С правом тем, что Мастака уже год, как немася род нас. Человека не стало, но не помер Мастак, потому что застались его творы. На выставе «Исчезающие небеса крыху больше за 50» картин Михаила Конькова. Пироважно любимым окрылом абстракции из продвечной темы религии. Любил писать святые лики и ружи. У него смешанные техники. Там, вы видите, у него и проклеечка, и какие-то вставочки холста, бумаги. В общем, у него такие коллажные работы. Это был Михаил Корнилович. Он любил золото, как мы видим, в работах присутствует. И вот такие вот какие-то образы размытые, ненавязчивые, заставляют думать всегда зрителя. У основным на выставе работы с приватной коллекцией семьи Мастака – от жёнки и дятей. Многое сегодня заховывается у музеях Беларуси и приватных коллекциях Аргентины, Германии, Израиля, Польши, России и Франции. Зразумело ж и Беларуси. Под любимую песню Мастака ладится эта выстава. Яна Доречи отрывалась и символичной. Символично одна стена залы засталась пустой. Символично и то, и что картина, яка и мяжуя с пустой стеной носит назву «Прерванный полёт». Это память о художнике. И мы немножечко так, без торжества, без привлечения внимания, скажем, со стороны, просто тихонечко, помолчим, скажем так. Помолчим в память, походим, посмотрим его работы. Каждый вспомнит Корниловича, вспомнит что-то своё, связанное с ним. Успомнить Михаила Конькова и всё тое доброе, что связано с этим светлым человеком, запрашаются все жадающие 14-го кастричника. А в 16-й године в выставочной зале на Советской, те, какие ещё можно почуть в Бресте, в зале Конькова, отбудется вечер памяти Михаила Корниловича. Тут встретятся те, кто его любил и любит, кто сябровал и помнит.